на канал за гет поступил такой вопрос с возрастом стала обидчивой и как это преодолеть но действительно так что с возрастом мы не становимся к сожалению лучше зачастую ну почему потому что накапливается у нас немощи накапливается всякие скорби которых в молодости бывает поменьше сил бывает меньше чем молодости и гибкости такой не хватает поэтому часто у людей с возрастом застряются черты характера и порой не самые лучшие черты и даже духовной жизни бывает так что мы лучше бываем тогда когда мы начинаем духовную жизнь вот когда мы не привыкаем к церковной жизни не считаем это само собой разумеющести когда у нас есть благоговение когда у нас есть отношение к богослужениям как некой тайне когда мы ищем везде присутствие божия это бывает по первости а потом мы как бы устаём мы приспосабливаемся мы привыкаем к тому что все повторяется мы что-то уже начинаем знать как-то ориентируется в церковной жизни уже теряем чувство новизны и не становимся лучше а становится зачастую хуже потому что теряем благоговение теряем вот такой правильный духовный настрой и конечно черты характера они тоже могут лучше не становиться например вот обидчивость обещать это часто спутник людей пожилых которым не хватает гибкости не хватает смирения но как от этого избавиться во первых конечно на время вспоминать слова христовы то прощайте причины будете есть вообще легкий путь к спасению если мы находимся пожилом возрасте то надо понимать что жизнь достаточно короткая и мы не знаем сколько господь нам отмерил и впереди вечности надо чувствовать приближение этой вечности не бояться этого понимать как есть принимать это как есть и есть очень простой способ спастись условно простой всех прощать и на кого не обижаться никого не осуждать если мы думаем о своем спасении если у нас цель нашей жизни спасти душу тогда мы и обиды будем преодолевать и мы обижаться разучимся это будет неприемлемо для нашего духовного строения с возрастом нужно поднимать что все же требуется чтобы мы подвели какие-то итоги жизни чтобы мы пытались подумать поразмышлять чему мы пришли до чего мы дожили что мы собрали или мы и что мы расточили и если мы честно посмотрим свою жизнь то конечно мы увидим свою греховность и видеть свою немощь увидим что нам не хватает смирение нового не хватало не хватает а время остается меньше и меньше поэтому настраиваясь так настраиваясь на то чтобы цель ближе богу нам легче будет преодолеть всякие обиды потому что обижающим обижающимся невозможно иметь мирное сердце обижающимся невозможно иметь никакую радость обижающие невозможно богу благодарить если мы обижаемся на кого-либо мы даже молиться не сможем это все сразу останавливает нас на пути к нашему спасению поэтому не будем останавливаться а будем наоборот беречь то время которое господа дал мне на покаяние и самое главное богатство особенно пожилом возрасте это время которое дает нам господь внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео а